продолжу свое повествование про свои приключения назовем это так в украине значит остановился я на том как нас уже забрали сбок поста на котором чуть и не расстреляли тут сегодня встретил немножко отклонюсь встретил товарищу он мне задал вопрос говорит вот я все смотрел там когда тебя там это в этом овраге допрашивали и ты там упомянул такой момент что у тебя из кошелька деньги забрали так он горит что деньги забрал больше не вернул я вот не помню говорил я об этом нет но собственно говоря деньги он вернул после того как расстрел отменил он сказал одеваться и деньги отдал кстати это я так делаю ремарку что никто ничего не подумал потому что я тут не хочу не оболгать кого-то хочу скажем так рассказать как оно было четко без приукрас и без лишних каких-то преувеличений и еще по поводу вот как раз но более подробно наверно сейчас остановлюсь на моменте когда подъехала подъехал уазик так называемая буханка вот солдатики но или кто они там были военнослужащие вот эти вот какого-то подразделение не знаю специально это было подразделение или это обычные бойцы были ну хотя я говорю еще раз упомяну тот факт что обмундирование у них отличалась от тех от обмундирования тех солдат которые были вот допустим населенном пункте на блокпостах то есть оно было такое не камуфлированная просто одноцветная типа горка тому же те которые вот подъехали бойцы на одном из них была кепка типа бейсболки но под цвет тоже обмундирование с этими с местами такими для того чтобы туда там какие-то знаки отличия прикреплять но я чуть не припомню знаков отличие не наблюдал никаких вот тоже них были кобры на ногах с пистолетами а второй боец у него была на голове типа панамки такой как вот показывает американцев тоже по цвета модирования одноцветная типа песочек песочного такого что ли цвета с аккуратными полями небольшими и с ними был ну то явно был офицер в камуфляжной вот как раз форме то что я я наверно уже об этом говорил вот и когда уазик подъехал они собственно они выскочили начали а подвели же алексея я не помню уже говорил наверно об этом предыдущий предыдущем выпуске они нам перемотали как раз руки скотчем и тут загрохали взрывы в стороне противоположной той откуда мы приехали то есть ну я так понимаю где-то там уже непосредственно на линии соприкосновения там загрохотали взрывы разрывы но это было недалеко прям чувствовалось что прям даже как земля отдается от этих взрывов под ногами и эти бойцы еще сказали что да вот во время мы оттуда соскочили и один из них сам он как ваши горит кроют там типа без продыху у нас как я уже говорил посадили в эту в этот уазик в уазике были наши вещи наши рюкзаки спортивные мой и алексея и пакетик целлофановые в котором лежали бумажные пакеты три бумажных пакета с хлебцами которые алексей не собрал что называется в дорогу гостиниц такой вот ну по дороге соответственно офицер вот этот то что был в камуфлированной форме уже такой постарше в возрасте он меня начал опрашивать опросил по поводу того где я учился там начал потом задавать вопросы кто были мои преподаватели в академии училище их фамилии я вот конечно прошу прощения но ни одной фамилии вспомнить не смог это его тоже как-то так напрягло он сказал как ты не помнишь ни одной фамилии своих преподавателей я вот закончил типа того что там тоже какое-то учебное заведение уже гораздо на гораздо да да вишнее чем ты да но это говорит могу назвать фамилии преподаватели я говорю ну я вот честно ни одной фамилии на ум не идет сейчас могу говорю припомнить там какие-то моменты такие ну что называется жизненные но вот фамилии не могу вспомнить он ну а какой калибр там пушки у бмп я говорю тоже не помню миллиметров по 20 или 30 автоматической пушки вот сейчас даже как-то в голове нет этого нету этой информации ну а чё я уже я говорю я 18 лет назад как закончил академию 17 лет назад да потом 16 лет как уволился у меня в голове даже уже не никакой информации ну как бы нет конечно что что то есть ну я же этим не живу уже давно а еще он меня спросил значит когда 1 правда когда это уже чуть позже так давайте по порядку значит они нас привезли после того как с блокпоста они нас отвезли зачем-то опять подъехали мы к тому месту где они за нас забрали возле этого разрушенного дома культуры под подвезли туда там мы вышли из этого вазика с алексеем нам развязали руки раз ну разрезали этот скотч руки очень сильно были отекшие постояли там поразминали руки какие-то вопросы по моему еще эти бойцы или кто они там или офицеры они там неважно они тоже позадавали мне пока мы стояли разминали руки но тоже касательно того откуда я кто я такой вот все все однотипные вопросы даже не буду скажем так повторяться потом этот офицер пришел мы опять сели в этот в этот уазик эти два бойца сели тоже а но перед этим опять же нам замотали руки скотчем на этот раз помягче раз скажем так заботой даже он спрашивал ничего не сильно я говорю нет не сильно вот мы сели в этот уазик головы нам опять приказали наклонить вниз глаза в пол взгляд даже чтобы не подымали иначе будем ехать на этом грязном полу лицом вниз и таким образом нас повезли в другое место по дороге я слышал как нас пару раз точно мы останавливались я так понимаю что это скорее всего были блокпосты которые мы проезжали через которые мы проезжали потом ехали дальше пару раз этот уазик наверно пару раз точно он заглох в какой-то момент видимо он был на подъеме стоял и он даже покатился назад и эти солдатики закричали водителю стой стой там осторожно сзади машина то есть этот уазик на честном слове держался по ходу дальше нас привезли в какой-то населенный пункт судя по зданиям это такого больше сельского плана населенный пункт по крайней мере то место куда мы подъехали выходим из уазика значит там нас встречая встречал какой-то дядька такой полный в камуфлированной кофте соответственно под свет камуфлированные тоже штаны у него как потом оказалось это полицейский уже был не военный у них кстати полицейские они тоже как выглядят ну по крайней мере в этой зоне они выглядят как военные то есть они тоже в камуфляже но единственно что у них есть эти тщительные на нашивки или как они там которые на липучках при их присобачиваются форме на которых написано что палит полица или что-то полиция то есть мы проследовали этот плотный дядька с узом таким он показал в каком направлении двигаться я я пошел в этом направлении за мной алексей то есть к зданию одноэтажного этого это в этом здании как раз был вход на котором было была какая-то табличка на украинском языке уже синего цвета ну то есть я понял что это какое-то отделение полиции нас завели в это отделение в этом отделении был был один или двое еще полицейских один из них вот был точно как оказалось потом это был опер они так нас встретили удивленно ну не скажу что прям враждебным так удивленно настороженно на нас они смотрели ну соответственно спрашивали у солдат что это кто это ну военные им ответили что про нас там я так понял объяснили что у нас где нас задержали в чем нас подозревают что вот на меня показали что этот с российским паспортом бородатый а этот с алексея показали что у него мариупольская прописка непонятно что он здесь делает вот а и касательно алексея они дали еще такое пояснение что алексей он уже был в психушке пару раз жрал грибы типа того что мухоморы ну и они так соответственно смотрят да ладно такие чё правда что ли ел спрашивали ну да ел еще в этой психушке был ну да был и тут в этот момент забегает в этот отдел такой парнишка по гражданке ну как я понял тоже полицейский просто по каким-то своим делам забежал весь такой спешит увидел как раз лёху и говорит о а горит я его знаю я же говорит его скручивал когда у него приступ был по и потом после чего его горит психушку то определили ну и тут сразу этим полицейским все стало вроде как-то по понятней для них сразу как-то вот пазл как говорится сошелся в голове они я такой а понятно все типа того что значит гребен гребет грибов пожрать любишь дам мухоморов и на меня так я отвечу тоже к нему приехал грибы жрать что я говорю да нет я просто пообщаться приехал какие грибы к чему это да ладно они такие сразу мне будешь нам тут рассказывать приехал небось сам грим грибов пожрать а лёха он так когда меня поехал провожать у него есть костюм x-бионик ну это качественная вещь очень такая интересная со слов лёхи там я такой коробка у него было там описание что это специальные ткани из которой он сделан этот костюм она поддерживает определенный температурный режим и то есть для физических занятий он очень удобен хорош ну и так просто вот лёха его взял натянул этот костюм а там штаны они в обтяжку и они с красноватым каким-то цветом но и кофта тоже соответственно в обтяжку но как тепло типа этого тепло костюма такого как он теплоизолирующего что ли и сверху просто куртку одел и они на него смотрят им это кажется чудно типа того что он как штаны в обтяжку они говорят а ты чё такая оделся а что говорит такого в том что я вот так оден ну ты как-то выглядишь не так ненормально лёха им говорит ненормально было бы если бы я был в этих штанах и в какой-нибудь пачке как у балерина я горит просто в обычном в обычных этих тренировочных штанах что здесь потому что не так но они там по-своему начали его там поддевать на тему там типа голубизны ну видно у людей какие то есть свои определенные понятия которые они вкладывают по которым они точнее мерят этот мир а ну и собственно касательно вот этого того что он типа грибы ел значит он и типа и сейчас по грибами на меня не соответственно тоже начали смотреть как на тоже как на дурачка который приехал к нему в гости грибы пожирать но я думаю ну пусть пусть лучше будут смотреть на меня как на дурачка который приехал грибы пожрать но я лучше живым останусь чем в их глазах буду каким-то допустим продуманным шпионом и меня еще день прикопают ну поэтому я подумал что это хорошо даже что они так думают после того как они немножко посмеялись так обстановка немножко разрядилась один из этих вот полицейских спрашивают от того плотного ну что с ними делать ну что я сейчас горит мне просто вот я созвонился мне сказали опросить их оформить как положено и отправить фильтрационный какой-то пункт тоже меня это как-то напрягло думаю что это за фильтрационный пункт он спрашивает отправить кого типа этого русского одного он говорит да нет того сказали тоже отправлять я думаю ну что-то какая-то хренья непонятная думаю ладно разберемся позже опросил меня этот опер его звали сергей записал обычно составил протокол опроса там записал с моих слов опять же как я приехал в украину с какой целью я приехал где мы встретились с алексеем что я у алексея делал ну я ему все объяснял как как есть что приехал познакомился через интернет увидел его ролики на ю тубе очень мне понравились решил пообщаться с ним лично пригласил его сначала к себе в гости ко мне он не захотел ехать предложил приехать к нему в гости я собственно говоря и поэтому взял и приехал к нему в гости он все записал четко из моих слов дал мне этот в эту бумагу ознакомиться я прочитал ну соответственно как положено подписался после этого я вышел мне сказали пройти прям непосредственно в дежурку где сидел этот плотный полицейский в кофте этой камуфлированной они приняли то есть он принялся опрашивать алексея все это время военные кстати не уезжали они находились я так понял сначала на улице потом они опять заходили не знаю уж куда они там выходили чем они занимались они были всегда поблизости и пока я сидел в дежурке этому плотному что-то название вали там он с кем-то общался какой-то моментом учет позвонили начал спрашивать я так понял какой-то висельник у них там кто-то повесился и он сидит там говорит о блин говорит еще есть еще и весельный говорит тут эти двое не какие-то непонятные блин тут висельник блин человек не день я сплошной дурдом ну так конечно я смотрел думаю да представляю сейчас что у него в башке правда что особенно насчет нас кто мы такие не не поймешь что я тут забыл алексея просили тоже он вышел я прошел сел тоже ну вышел из дежурки сел там перед дежуркой как бы но ну на входе в это полицейское отделение а вот еще какой-то момент мне очень сильно в туалет захотелось туалетов у них в этом помещении туалета не было и я говорю ну как-то бы мне вот сходить военные которые меня как раз привезли вместе с этим офицером они меня повели в туалет то есть вышли из здания и за угол там за углом стояло три таких вот типа уличных туалетов стоял такая ванизма они говорят ну ты типа можешь он там сбоку где-нибудь встать что я и сделал и